Поговорим об авторитарной личностях. Когда мы жалуемся на власть и думаем, что власть сама по себе, а народ сам по себе. Ничего подобного. Народ выбирает сознательно или бессознательно ту власть, которая наибольшим образом ему как бы созвучна, сопричастна. Поэтому пенять на власть бесполезно, нужно пенять на себя и смотреть на себя. Вот сейчас поговорим об авторитарной личности, потому что действительно очень много авторитарных людей у власти находится. И не случайно. Именно авторитарной личности свойственны такие черты, как жажда власти, агрессивность, консерватизм, реакционность. Об агрессивности отдельно поговорим. Очень интересная тема. Разные взгляды, подходы. Жажда власти. В нашей книге «Любите своих крокодилов. Психологический социализм» восхитительно описывается феномен власти. «Комплекс власти», я бы сказал так даже. «Комплекс вахтёра». И обязательно приобретите эту книгу и почитайте эту главу. Она очень существенно дополнит, расширит ваше представление о природе власти. И поможет вам вообще преодолеть комплексы жертвы. И вот это вот чинопочитание. Если это у вас есть. Если вы при виде человека, обречённого властью, у вас там ножки подкашиваются. Очень полезно будет для вас почитать. Вообще, приобретайте нашу продукцию, наши книги, наши видеокниги. Это очень всё ценно, полезно. Смотрите описание под этим видео. Консерватизм. Почему откат назад идёт? Авторитарные личности смотрят назад. Они строят планы на прошлое. Бесконечное. Вот отсюда. Зачему тут удивляться-то? Раньше всё было хорошо для них. Надо вернуться туда, где было хорошо. Вот. Но так же не бывает. Только хорошо. Или только плохо. Потом, ведь перемены, они как бы запрограммированы, можно так сказать. Они неизбежны. Всё меняется. И в силу просто, ну, многих причин, но главная причина это, вообще-то, онтогенез наш. Онтогенез. Который повторяет филогенез, да, историческое развитие. Наше личностное развитие историческое повторяет. Ну, вот. И авторитаризм, он препятствует этому развитию. Этому онтогенезу. Вот. То есть, по сути, ломает человека. И мы видим, что эта ломка человека идёт не только на психологическом уровне, на интеллектуальном уровне, но и на политическом уровне, социальном. Да, вот, допустим, репрессии политические. Загоняю человеку, да, вот в это прошлое. Опять же, популярность религии. Ну, религия себя и жила уже. И после того, как европейские интеллектуалы поработали, европейская интеллектуальная мысль развенчала всё это. Да, уже и философы, и психологи, и логики и так далее. После книги «Почему я не христианин?» и прочее. Как религия себя и жила. Но к ней возвращаются. И возвращаются кто? Тоже авторитарные личности. Поймите, поддерживать авторитарную систему могут только авторитарные личности, которым свойственно что? Жажда власти, агрессивность, консерватизм, реакционность. Вот она, пожалуйста. Строятся храмы именно для таких людей. И что мы хотим? После этого, какое мы общество построим, состоящее из авторитарных личностей? Сейчас поговорим, как складывается авторитарная личность. Коротко, но... Понятие Виоларих Фром, наш замечательный психолог, философ. Для того, чтобы выявить истоки нацизма. Но задолго до возникновения нацизма, фашизма, этот психологический тип уже появился. И вот типичной авторитарной личностью Фром считал главу бюргерской реформации в Германии Мартина Лютера. Так что, видите, среди священников, религиозных деятелей, очень много авторитарных личностей. Мы это тоже наблюдаем. И среди старцев, вот наша героиня нашего видеоканала, бывшая православная монахиня Валентина Муренкова рассказывает о том, как она попала под влияние сильной личности. Это авторитарные личности, которые благодаря своей агрессивности, жажде власти, проталкивали любую идею. Проталкивали самые абсурдные и бредовые идеи, в которые люди верили и верят до сих пор. Вот это конец света, апокалипсис. В самоотречении, в самоистязании, что не надо спать, не надо есть, не надо читать книг и так далее. Понимаете, книг не читать. Книги редуцируют стресс лучше всего на 68%. Не читайте. То есть живите в этом постоянном стрессе, невротизируйтесь. Отсюда вся психосоматика. И вот наша бывшая монахиня Валентина Муренкова до сих пор лечит все эти болезни свои. Последствия подчинения. Очень серьезные. Очень серьезные. И выходить из секты. Это годы психотерапии. Когда именно нужна психотерапия, работа с психологом, с психотерапевтом. Это огромные затраты. Это финансовые затраты. Человек ведь не может работать даже часто. Потому что у него нет этой стрессоустойчивости. Так что, ой, он. Как вот выживать, да? Как зарабатывать себе на жизнь? Вот это целый клубок проблем появляется после того, как вы попали под влияние авторитарной личности. Если это страна целая. Все психотравмируют. И сами люди себя психотравмируют тоже. Поэтому что? Понимаете, тут надо не за права человека бороться. Нужна психотерапия. Потому что борьба, она будет человека невротизировать только. А здесь нужна психотерапия. Работа над собой. То есть, что если мы говорим о психологическом типе, менять его. Можно поменять характер. Можно поменять психологический тип. Скорректировать его. Но, опять же, с помощью психотерапевта, психолога. И, главное, хотеть это. Осознавать это. То есть, перестать быть консерватором. Закрытым человеком. Быть открытым для всего нового. Для нового опыта. Для новых знакомств. Для нового общения. Для новых идей. Это преодоление авторитаризма. Вот эти общества закрытые у нас есть. Ведь, по сути, что они авторитарные. Даже если они этого не осознают. Они строят концлагерь. Например. Унижают человеческое достоинство. Проявляют агрессию. Даже если это подавленная агрессия. Это агрессия. Насилие. Насилие молчания. Допустим. Тоже, да? Тоже проявляется. Вот. Жажда власти. Стремление доминировать. Да. Вот это отсюда неравенство. Да. Так вот. Поменять с помощью психотерапии свой психологический тип. Да. Отказаться. Агрессивность что? Научиться управлять гневом. Осознавать триггерные механизмы эмоционального срыва. Научиться управлять своими мыслями и чувствами. Вот. Как можно преодолеть в себе авторитарную личность. И, конечно, отказаться от власти. То есть, человек не объект воздействия. Человек. Я не хочу властвовать, доминировать. Не хочу унижать. Вот. Жажда власти. Или там, помыкать человеком. Да. Управлять. Делай то, что я говорю. Да. А это ведь целые государства на этом основаны. На системе власти и подчинения. Дегуманизация. Авторитарная личность. Это, скажем так, апогей дегуманизации. И когда уже не интересы человека стоят во главе угла, а какие-то, я бы сказал, болезненные проявления человеческой психики, болезненные проявления души человека. Да. Вот это болезнь. Авторитаризм. Дальше. В сознании авторитарной личности отсутствует понятие равенства, по мнению Эриха Фрома. Мир для такого человека состоит из людей, имеющих или не имеющих силу и власть. То есть, высших и низших. Типичной иллюстрацией авторитарной личности может служить биография Адольфа Гитлера. Пожалуйста. То есть, мы это и видим. Что ценится больше всего? Умение убить и умение обмануть. То есть, что востребовано, кто востребован, какие люди, которые умеют, что? Обладают силой и властью. Выше и низше. То есть, обладают силой и властью и поддерживают систему деления людей на высших и низших. Приверегированных и маргинализированных. И, пожалуйста, мы же это видим тоже. Мир и состоит из таких людей. Так или иначе, да. Вот у нас там чем гордятся? Гражданством гордятся, например. Да, своим. Очень сомнительная. Сомнительная гордость. Но, оно свойственно авторитарной личности. Да. И со всеми ее проблемами. И для себя, и для других. Понимаете, все-таки, вот, главное-то, это самореализация человека. Когда человек самореализуется. И создание возможностей, да. Условий для этой самореализации. Вот это главное. А если этого нет, значит, скорее всего, общество авторитарное. И у власти авторитарные люди. И авторитаризм как дух, как атмосфера социальная присутствует. Авторитарная книга в 50-м году прошлого века вышла адорно с авторами. Получила широкую известность. И описывает адорно данный феномен, исходя из взглядов Фрейда, на роль ранней социализации. По его мнению, в результате слишком строгого воспитания, когда подавляются чувства обиды ребенка и его агрессия по отношению к родителям, возникает тенденция к их идеализации. С одной стороны, и к переориентации враждебности на замещающие объекты с другой. Этот феномен был положен в основу объяснения предубеждений в отношении национальных меньшинств. Ну вот мы видим национальные меньшинства, которые, в отношении которых существует масса предубеждений именно в авторитарных странах. Посмотрите Германию, например, открыто для национальных меньшинств. И посмотрите страны, или там Швеция, да. Посмотрите на страны бывшего соцлагеря. Какое отношение там к национальным меньшинствам. Возьмите Польшу, возьмите Россию, а другие страны, пожалуйста, сколько предубеждений. Я в свое время издавал книги, организовывал лекции в школах, всякие тренинги, семинары на тему расовых стереотипов, предубеждений, национализма, расизма, ксенофобии. Этого, видимо, было очень много. И есть и сейчас. В силу вот именно этого феномена авторитарных личностей. Слишком много. Отсюда это нетерпимость, агрессия. Ну, где-то феномен безгражданства. Безгражданство выражается. В том, что внижение представителей национальных меньшинств и так далее. А все что? А все откуда? Идет из детства. Строгость. Строгое воспитание. Вот это серьезнейшая проблема. Строгое воспитание. Детей не воспитывают в любви. Вот когда у нас там говорят явно психологические неграмотные люди, политики, конечно же, кто же еще там? Мы же только их слышим. А о том, что вот школьное образование, там еще что-то такое. Понимаете, работать надо не над программой школьной. И не над школой даже. А самое главное. Самую главную проблему, которую надо решить, если мы хотим жить в обществе гармоничном, счастливом, равном, это проблема строгости воспитания. Авторитарности воспитания. Строгости. То есть, детям нужно давать больше свободы. Давать возможность проявлять чувства обиды и агрессии по отношению к родителям. Выражать себя, а не подавлять. Не подавлять детей. А вот, чтобы не было этой идеализации. С одной стороны, переориентации враждебности на замещающие объекты. С другой стороны. Вот они все равно проявят свою агрессию. Они будут проявлять агрессию по отношению к другим людям. Вот и все. Что мы и видим. То же самое. Создание образа врага, например. То есть, вот этот феномен авторитарной власти. Почему у власти так долго вот эти авторитарные личности находятся, да, диктаторы. Потому что, с одной стороны, у народа подавляется чувство обиды и агрессии по отношению к власти. Да, мы видим самыми жестокими способами. В виде репрессий. В виде полицейского произвола. В виде пропаганды. Жесточайшей пропаганды, которая сводит с ума людей. И невритизирует. Просто помешательство происходит. Об этом уже... Да не я один говорю. Об этом есть исследования психиатров. О влиянии телевидения на психическое здоровье людей. Оно есть и... Это вот агрессивное, да. Агрессивное воздействие. Есть не агрессивное. С помощью тупоумия. Это тоже серьезное влияние на психику человека. И тоже происходит там, где есть вот эти авторитарные личности во власти. Где есть вот эти ценности, как жажда власти, агрессивность, консерватизм, реакционность. Но, если это, допустим, Европа, то тут немножко все мягче. Но агрессия, она ползучая. Она латентная. Она может распространяться в виде доносов, которыми являются СМИ, по сути. Это доносчики. А в виде тупоумия, которая распространяется. Вот дебилизация, да. Тупоумия какое? Ничего не значащие новости. Вот их подают как важные темы, да. Какие-то тупые обсуждения, неглубокие, поверхностные, да. Это тоже форма агрессии. И тоже форма подавления человека. А как обиду свою высказать может человек? Вот взорвавшись, взорвавшись просто в соцсетях, например, да. Спрашивают, как вы там, что это такое? Это и есть способ выразить себя, свою агрессию, свою обиду на то, на тот конструкт социальный, политический, да. На вот, который существует, на эти политтехнологии все. Вот, что делают? Где-то за это судят даже. Не понимая вот истинных причин, сути вот этого всего. Вот, тоже, да, авторитарность, авторитаризм есть. И, что, переориентация враждебности, образ врага. Создается образ врага, ну кто? Он либо внешний, либо внутренний. Либо и тот, и другой. В качестве внутреннего врага, это что, пятая колонна? Это национальные меньшинства обязательно. Обязательно это будет, запомните, это везде так. Это схема уже, это просто вот. Кто это? Эмигранты, беженцы. Это, там, оккупанты какие-то, потомки оккупантов и так далее. Вот, это любые национальные меньшинства. Либо внешний враг, да. Мы это видим, потому что Соединенные Штаты, Европа, Россия. Для кого, кто враг? Поэтому, и, конечно, отношение к человеку такое же будет, да. Да, деление общества будет на высших и низших. Отношения к человеку так и будут относиться. Если ты обладаешь статусом, если ты обладаешь атрибутами власти, а это, прежде всего, деньги, наличие денег, тогда ты, как бы, высший класс, да. А вот, если у тебя нет статуса, нет денег, значит, ты низший класс. Значит, к тебе так и будут относиться. Вот это последствия авторитарности. А что ж в этом хорошего? Ну, ничего, конечно, ничего. Опять же, сила и власть, да. Поэтому, что люди в таких случаях единственным для себя способом обрести силу и власть видят, как с помощью терактов, например, с помощью деструктивного поведения, с помощью убийства себе подобных. Вот почему убивают я. Объясняю, почему так происходит, да. Авторитарное воспитание. Строгое воспитание. Подавленное чувство обиды и агрессии по отношению к родителям, раз. Потом, подавленное чувство обиды и агрессии по отношению к государству, к обществу. Переориентация враждебности на замещающие объекты. Вот люди идут и убивают. Тех, кого они могут убить. И же не могут убить, там, скажем, власть. Хотя, вот, предпринимаются где-то попытки представителей власти убивать, но это все, как бы сказать, мало такого, да. Все-таки люди боятся власти и не делают такого. Поэтому власти, кстати говоря, не нужно так себя защищать-то. Как они это делают, потому что люди и так их боятся. А замещающие объекты, вот те, кто не может им причинить неприятности и не угрожают. Ну что, кто это? Это дети, да. Это вот невооруженные люди, такие мирные. Пожалуйста. Вот это все причины этого насилия. Этой враждебности, этой агрессивности. Агрессивности. Агрессия, где у нас за рулем, сколько водителей агрессивных. Сколько людей вообще агрессивных. Огромное количество. Огромное. Просто люди же не живут в гармонии с собой. В книге «Авторитарная личность» немецкий философ Макс Хокхаймер писал, что авторитарная личность – это новый антропологический тип человека, который сложился в 20 веке. 20 век, век, конечно, двух мировых войн, локальных войн, очень режимов, многочисленных авторитарных режимов. И, конечно, сформировался новый антропологический тип человека. Как это все преодолевать, не борьбой точно, а преодолевать с помощью психотерапии. Я не вижу другого пути. Не вижу. Поэтому борьба за власть, она лишь оппозиция. Власть и оппозиция – это все лишь что? не поменяет ситуацию этой. И будет укреплять только вот эту систему консервативную. Она, по сути, система власти и подчинения сама по себе консервативная уже. Агрессивная. Поэтому только изменив себя, свое отношение к миру, поменяв психологический тип, свой характер, свой поменяв, можно поменять мир. Так что, всем желаю перемен, работы над собой. Мы вносим свой вклад в эту огромнейшую работу. И хорошо, что вы ее делаете вместе с нами. Спасибо.